Радио 54 То есть наше российское такое блюдо Это с орехами Она готовилась на пенках от сливок Либо сыра такого прям густого Типа творожного С добавлением орехов, сухофруктов Слоями эти сливки с манкой прокладывались Запекались и подавалась Такая густая курицкая каша С томленным вкусом сливок Это не очень быстрый вариант Это не очень быстрый, но это Как сделать манку более благородный Потому что все знают манка Ну что это белая жиденькая каша Я с детства помню, что варенье туда Что еще? Вот вы что любите добавлять? Варенье? Сгущенное молоко Шикарно туда пойдет Можно попробовать И я делал так И в одном из заведений мы на завтрак подаем На кокосовом молоке манную кашу Вообще обалденный вкус получается С добавлением свежих ягод Прям полностью на кокосовом, вообще без коровья Практически да Мы добавляем сливки Не коровье молоко, а сливки И кокосовые сливки тоже добавляем Получается очень вкусный, нежный вкус То есть такой нестандартный Вроде бы ты по консистенции кушаешь с детства знакомое Но по вкусовым рецепторам что-то новое То есть получается некий такой взрыв мозга И конфликт в голове То есть ты вроде ешь знакомое И тут же это что-то новое для тебя непонятно Но это по завтракам А если каша должна быть самой сытной Вот в этой номинации Какая у каши победитель? Самой сытной Знаете, можно к этой каше отнести плов Это каша Как вариант Это все-таки галмирование Греча Греча, естественно То есть у нас же каша Это как бы Я когда на диете сижу, особо, знаете, гречкой не наедаюсь Честно говоря Ну смотря с чем-то Почему нет? Ну если гречу сделать То есть ее запарить То есть если с кустком мяса, то да Тушеночкой, да, туда добавить Бахнул, бахнул, конечно Все, то есть Греча на самом деле очень питательная То есть она богата там и железом, и всем остальным То есть и она полноценно для вашего организма Заменит все элементы То есть и вы насытитесь Просто у вас нет ощущения, что вы жуете кусок мяса Но желудку все равно То есть он получает питательные элементы И энергию из этого он берет И при этом вы не растягиваете живот себе, да, желудок И щадящий, то есть для организма То есть не делайте нагрузку Ему легко переваривать, легко усваивать Его главное правильно приготовить То есть если варить откидным способом То вы все элементы, витамины, все остальное с водой вылейте Если вы варите основным способом Когда вы добавляете определенное количество жидкости Чтобы она выпарилась И крупа достигла желаемого результата То есть консистенции То все вещества, они по минимуму летучаются с парами И по максимуму остаются, то есть в самом продукте Вот у меня так получается в мультиварке Вода вся выпаривается, остается только каша Но это не у вас, это в мультиварке получается Ладно, ладно Спасибо Раскусили меня еще Ну то есть вот это самое полезное получается Конечно То есть если взять Маслица тут добавить, что добавлять? Маслица в финале можно добавить Чтобы смягчила маленькую структуру Добавила сливочные основы То есть все-таки не было такой как бы сухой Потому что греча, если жидкости не добор То есть она будет сухая, колькая То есть ей не будет некомфортно кушать Молока Молока, как вариант Ну желательно там его довести до кипения Это вообще тоже с детства блюдо такое Прям суп из гречи с молоком Да, да, да Я еще сахаром посыпал О, да На самом деле тут можно просто взять даже банально печенье Сахарное печенье И в финале покрошить туда И оно даст тоже вот какое-нибудь там топленое молоко Печенье покрошить И у вас получится эффект Серьезно? Гречка с печеньем? А почему нет? Попробуйте Класс Для меня главное, чтобы был вот такой кусман масла Бах туда Вот масло вообще в кашах Оно только для гречки хорошо? Или во все каши нужно масло добавлять? И когда? Во время готовки? Или вот в тарелку прям шмат? Как Саша любит В тарелку шмат В тарелку шмат это хорошо, конечно, да Ну а потом еще кашей засыпали Нет, вообще в после, в финале приготовления Лучше, когда вы делаете в котелке Поставить там еще в печь Там его подтомиться Сверху положить кусочек масла Прикрыть, чтобы он пропитался До самого дна посуды запекаемой там И тогда будет более богатый, благородный вкус В тарелке, ну вы размешаете Но у вас получится на дне Немножко сливочное масло Будет все-таки плавать Потому что крупа не успеет себя его впитать То есть Надо, чтобы потомилась Естественно Это лучше Твой дом Твоя область Новосибирск 106,2 FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok